Имеющие детей чаще считают, что начинать работать нужно в подростковом возрасте. Бездетные – после совершеннолетия. Такие данные опубликовал Федеральный сервис по поиску работы. Мы провели свой опрос и узнали у тверичан, во сколько стоит начинать трудовой путь современной молодежи. Об этом наш следующий репортаж. Самым подходящим периодом для начала трудовой деятельности экономически активно россияне чаще считают возраст от 18 до 21 года. На это у старшего поколения есть свои объяснения. Мне кажется, там уже все-таки как-то совершенно другие мысли в голове. Человек уже знает, какой выбор он в жизни хочет сделать. Детство одно, поэтому надо отдыхать. Успеть наработаться, потому что мы начали рано работать, поэтому детства у нас как такового не было. Поэтому я считаю, что дети должны как можно дольше отдыхать. Ну, до 18 точно. Те, кто имеет детей, полагают, что лучше начинать раньше, в 14-17 лет. И вот почему. До 18. Тем раньше начнет, тем раньше поймет, что ему надо, что ему интересно, и что ему дальше выбирать, и куда ему дальше плыть. Может быть, задуматься пораньше. Екатерина с такой позиции полностью согласна. Девушка считает, что чем раньше начнешь трудовой путь, тем раньше поймешь, чего хочешь от жизни. Свою первую работу она вспоминает с ностальгией. В 16 лет она летом устроилась продавцом в магазин. Сейчас работает уже, конечно, по профессии. Программистом разрабатывает приложения. Ранний трудовой опыт считает полезным. Просто навыки каких-то софт-скиллов, нежели чем хард-скиллов. То есть общение с людьми и взаимодействие с ними. Училась по направлению прикладная информатика-математика. И сейчас я работаю разработчиком-программистом. И сейчас я довольна своей профессией. На четвертом курсе мне удалось устроиться по его специальности. И уже работаю два года. Если говорить о начале трудовой деятельности детей, то чаще всего тверичане называли подходящим для начала работы возраст от 18 до 21 года. На втором месте от 14 до 17 лет. Елизавета, например, еще школьница. В этом году она пойдет в 9 класс. Это ее первое рабочее лето. Неделю назад она устроилась в детскую поликлинику. И неспроста в будущем хочет стать педиатром. Пойти по стопам мамы, которая тоже детский врач. У меня мама работает. И я часто приходила к ней на работу. Очень интересовалась ее профессией. И решила тоже попробовать. себя в этом деле. Работать помощницей старшей медсестры. Извешивала, измеряла людей, разводила по отделениям и заполняла журналы. Однако четверо из 10 россиян начали свою трудовую деятельность в возрасте от 18 до 21 года. Каждый третий приступил к работе в 14-17 лет. 16% опрошенных начали карьеру в 22 года. А 5% респондентов пошли работать в 10-13 лет. И лишь 1% россиян имел трудовой путь до 9 лет. В наше время, а в основном в качестве актера или модели, а в советской не только в творческих профессиях, но и, например, в сельском хозяйстве. Как это было у Александра. В 13 лет уже помогал. Ну а как? Чтобы человек понимал цены денег, конечно. Чем раньше, тем лучше, я так считаю. Знакомство с производством на этапе учебы в школе или СУЗе – важный этап профориентации молодежи, считает губернатор Игорь Руденя. В Тверской области созданы все условия для летней трудовой занятости школьников по поручению главы региона. Рабочие места есть в организациях бюджетной и в небюджетной сферы. На сегодняшний день трудовой опыт уже получили около 14 тысяч ребят. Очень хороший проект и считаю, что он даст нам возможность сформировать дополнительные трудовые ресурсы, дополнительный трудовой потенциал нашей Тверской области. Теперь дело, конечно, за нами, за работодателями, чтобы замотивировать детей уже более точно определиться, кем они хотели бы стать, чтобы дальше они получили соответствующее профессиональное образование и уже продолжили свою работу в качестве профессионалов, в качестве специалистов на предприятиях Тверского региона. А впереди еще больше половины августа, поэтому у всех желающих потрудиться ребят есть возможность устроиться на работу и понять, кем они хотят стать в будущем.